роковый уикенд ну что друзья кипонрокинг как обычно какие друзья ребятушки но я хочу сказать я так рад эти дебильнейшие праздники закончились вот от которых было просто я чуть с ума не сошел от этого сидения дома поедание салатов селедки пошел и зачем ты это все делал объясними я объясню что где-то день на третий я перестал вообще все делать и просто я считаю что второй программ роковый уикенд естественно естественно особенно за 2013 год но конечно же друзья как вы узнали там володь борисов и я андрей бутберг и мы сегодня в роковом уикенде начинаем новый сезон и поверьте сейчас мы вдарим по струнам по клавишам так что вам мало не пока не только вроде по струнам по клавишам друзья мы в прямом эфире действительно вернулись наконец-то из праздников средства связи остались те же можете писать и звоните ватсап вайбер ватсап в первом части у бутберга мы с ним даже скинулись на камень и ножницы бумага кто первый в этом году начнет программу он очень хотел начать и победил смотри и победил ватсап вайбер 8 9 6 7 103 5 5 3 3 завтра уже борисов значит ну хорошо спасибо тебе большое сэр спасибо смс портал не изменился 5 5 3 3 слова маяк начали пишите обязательно есть телефон прямого эфира 7 2 8 7 1 7 1 код города 4 9 5 ну и группа у нас есть вконтакте немножко даже она приросла рок уикенд на маяке называется туда можно тоже писать и в фейсбук кто привык пользоваться фейсбуком рок уикенд по-английски нужно написать и все будет нормально есть у маяковской группа вконтакте называется просто радио моя вот все объяснил вот володя борисову просто полностью друзья у нас сегодня обалденный молодец и красавчик постригся наконец-то это парикмахер или жена постригся это парикмахер что поэтому все нормально специально для вас для всех чтобы быть не таким страшным а ну ты вообще красавчик теряюсь да ну бродишь нет но я очень красив это пальму конечно понятно вот друзья а у нас сегодня совершенно потрясающие гости но они начнут без вот этого слова которое мы все время говорим да в начале в самом да мы сейчас делаем отбивочку а потом давайте начнем на железо сделать отбивочку поехали роковый уикенд друзья у нас сегодня прекраснейшие гости это более плотников более привет привет андрей привет володя замечательный музыкант в общем то человек который с игорем муллером у нас был уже где-то год назад и был потрясающий эфир а мы когда сборе говорили о том что борь давай как приведи всю группу и сделаем нормально электрический эфир и боря собирал группу мы как раз он 25 числа уже не маргурица на концерте на сборе и встретились и он говорит приведу полную группу и вот как есть так и получилось ребята группа бориса плотникова привет всем привет привет вот так странно человека видишь по телевизору а потом видишь перед собой а прекрасно прекрасно я хочу борис поздравить они там я знаю заняли первое место в чертовой дюжине да есть такое шагов башаков бэнт и сергей чекерков но я это первый раз первое место первый раз по я не я не помню когда там было и смели все маленькие были более не только же не маргульсом играет но и с мишей башаков который тоже у нас был в гостях а сегодня я привел здесь свой состав на приставе плотников бэнт да у нас игорь муллер на гитаре он он еще и музыкальный продюсер этого проекта у нас лёша заволокин на бас-гитаре вот у нас илья щаблий на саксофоне и на клавишах и у нас специаль у нас специальный гость сегодня вы это папа лайн который будет будет читать нам рага маффин он расскажет что это такое здравствуйте да пребудут с вами позитивные вибрации но и за барабанами самый маленький в нашем коллективе но но сам самый мощный человек это оля долгополова потрясающе барабанщина женщина у нас бывали барабанщины но не так часто бой я думаю давайте начнем с произведения а потом поговорим и поехали поехали а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова «Симон» 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 Но Мне Ни как Нет Джаз, рок Блюз Мне кажется, что Игорь сказал, что это 100% рок Это, конечно, Немножко фьюжн Это немножко джаз-рок Ну, это ужасно, если мы это скажем Потому что все сразу подумают Джаз Ничего страшного Даже на маяке джаз играет Это фьюжн, я признаюсь Ладно, это не только рок, это еще и джаз Я вообще не люблю фьюжн слушать За редким-редким исключением Я говорил вам, что начнется сразу же Давайте начнем вот с чего С самого-самого начала Чтобы Борис рассказал, как он Вдруг кто забыл, вдруг кто не слушал предыдущий эфир Вы же знаете, что Борис По профессии металлург Какой металлург? Я биолог по образованию Я чуть было не написал Кандидатскую диссертацию на тему Реакция населения миксомицетов На выбор сэмидипловильного комбината Поэтому ты и понял о том Что я металлург, но я биолог Я миксомицетов изучал, а не мидипловильный комбинат Давайте расскажите Из чего так вдруг ваша дорога свернула в музыку И когда это было? А вот я в 16 лет купил первую губную гармонику А потом в 18 лет увидел Что есть люди, которые, оказывается, этим могут зарабатывать И понял, что я больше ничем другим заниматься не хочу Но зачем-то закончил биофак, потом аспирантуру Это в Йобургском университете? Да, в Екатеринбурге Потом я уже... Потом мне единственное, зачем пригодился диплом Я устроился работать в Свердловское музыкальное училище Преподавателем естествознания И открыл там класс губной гармоники Когда уже устроился там работать Как интересно! Слушайте, а когда появилась у вас вот эта вот тяга К тому, чтобы создать собственную группу? У меня эта тяга на самом деле была всегда Дело в том, что у меня были в Екатеринбурге собственные составы Потом я когда переехал в Москву Я начинал какую-то сольную карьеру Потом меня пригласили играть Михаил Башаков и Евгений Маргулис Я решил, что мне повезло и можно больше ничем не заниматься Но я понял, что все-таки мне хочется реализовать определенные свои идеи Я на самом деле очень люблю помимо блюза, джаза, рока Я очень люблю электронную музыку Мне хотелось привнести элементы электронной музыки Но исполненной в живом составе Мне хотелось иметь возможность играть более развернутые соло Чем я могу себе позволить играть, например, у Евгения Маргулиса Я понял, что мне жизненно необходимо все-таки заниматься и сольной карьерой тоже И вот я, собственно, последние два года этим занимаюсь А скажи мне, пожалуйста, дорогой Борис, ты только играешь на губной гармонике или ты поешь тоже сам, лично? Ну, я когда играю на губной гармонике, я там что-то, конечно, в голове пропеваю, куда у меня пойдут мелодические фразы Я, честно сказать, я очень люблю петь под гитару Я люблю петь под гитару чуть ли не больше, чем играть на губной гармонике Но у меня не очень получается хорошо петь, поэтому я редко это делаю публично А мы сегодня услышим это или нет? Пока нет, я еще пока морально не готов Понятно Слушайте, ну вот такой вопрос, на самом деле, на мой взгляд, каверзный, но сами судите Вот то, что вы начали играть с такими известными людьми на сцене Оно вам как-то дало потом каких-то плюсов, преференций, что вы потом стали сольно что-то делать? Конечно, это дает очень много и опыта выступления с такими музыкантами И опыта, понимания, как вообще работает артист То есть я когда приехал в Москву, я не знал, как работает артист, я знал, как работает музыкант А сейчас я вижу, как работает артист Поэтому определенно это дало опыт И вот сейчас на новом уровне мне хочется уже все-таки развивать свою сольную карьеру Помимо участия в этих замечательных составах А знакомство дало это какие-то тоже? Знакомство дало, аудиторию это какую-то определенную дало Игорь Да, я хочу сказать, что на самом деле, вот мне кажется, мы с вами встречаем второй раз Вы немножко упускаете Боря, он не только Харпер Он, во-первых, музыкант Я бы даже рискнул, что он не меньше музыканта, чем Харпер Он пишет музыку очень-очень здорово Я с ним как музыкант, я с ним работаю Как фактически он сопродюсер всего, что мы делаем Я без него бы не справился А во-вторых, он очень хороший организатор Это не очевидно Это даже мне не очевидно Но на самом деле очень классно Я как бы приходил с разными людьми работать Но Боря очень классно Вот то, о чем он говорит Опыт игры с большой звездой Помогает увидеть, как это все устроено Но я могу сказать, друзья, дело в том, что три года подряд Я, конечно, традиционно хожу на концерты Жени Маргулица Моего доброго знакомого А на наш-то концерт придешь в пятницу в следующую? В пятницу с удовольствием А расскажи, пожалуйста, кстати, об этом Вот, 18 января, следующая пятница У нас будет большой сольный концерт вот этим вот составом У нас будет еще два замечательных гостя С нами будет Ваня Жук на семиструдной гитаре И с нами будет Ксения Коробкова Полуфиналистка пятого сезона «Голоса» Просто запредельно Игорь может сказать Я вчера услышал ее первый раз живьем на репетиции А Ваня Жук, я так понимаю, он еврейскую песню споет, да? Он споет еврейскую песню и не только И русскую народную тоже споет И русскую народную споет Кстати, давайте мы ее вот сыграем без Вани Но у нас, я думаю, что у нас получится А что это за произведение? Ой, то не вечер Давайте Давайте Ваня Жук 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 Знакомый Совершенно Замечательный Который я привел с собой Мне кажется Уже пора с ним познакомиться Ну давай У нас как раз есть три минуты М palabra спорта, я думаю, он покажет свое искусство. Давайте рассказывайте, кто это. Да, это Папа Лайон. Он читает в стиле Рагомаффин. Расскажи, что это такое, откуда это вообще пошло. Еще раз, здравствуйте. Рагомаффин — это мелодичный способ речитатива. Когда о речитативе слышат люди, скорее всего, представляют себя рэп, но именно Рагомаффин и Рагу можно назвать дедушкой рэпа. Зародился он в 60-е годы на Ямайке, тогда назывался поэтический даб, когда продюсеры записывали различные реги-группы, они имели обыкновение на вторую пластинку записывать инструментальную версию. И потом диджеи поверх инструментальных версий начали читать свои стихи. Только позже, в 70-е, это все прикатилось Ямайке в США, где и зарождался рэп. А сейчас что это из себя представляет? И вообще, есть ли какие-то известные, не знаю, музыканты в фестивале? Где это все можно увидеть? Довольно популярен, к сожалению, в России не так сильно распространено это, но Европа, США и Азия пять лет, последние пять лет, где я пребываю, которые гастролируют, очень-очень интересуются данным направлением, любят за его мелодичность, за его энергетику и за позитивные вибрации, которые он себе несет. А также позитивный смысл. Вы говорите, гастролируете. Вы на каком языке это поете тогда, получается? Я пою больше всего на английском, есть и на русском тексты, однако английский для меня сейчас представляется более, более проще, если честно, на нем. Конверсия слов, многозначность слов, их проще использовать в поэзии, в сочинениях. По сравнению с ним, русский язык настолько богатый и хирургически точный инструментарий, чтобы им пользоваться, я считаю, нужно обладать великим мастерством, которое мы наработаем. Английский все-таки говорят, он более мелодичный. В любом случае, он вроде как... Слова короче. Слова короче укладываются в мелодию. People always riff on. Борис, вам передают большой привет из Нью-Йорка и слушают вас сейчас в прямом эфире. Ничего себе! Привет, Нью-Йорк! Добрый день, получается. Слушайте, друзья, после новостей, новостей спорт вернемся, напомню, что это связи... Послушаем... О, да, это интересно. Будет интересно. Ватсап Вайбер 8-9-6-7-103-5-5-3-3 Пишите не только из Нью-Йорка. Роковый уикенд. Ну что ж, друзья, звучали новости, новости спорта. И мы продолжаем наш эфир. Друзья, всех с Новым годом, с наступающим старым, Новым годом, кто празднует эти праздники, вот я лично ничего не праздную. Я так рад, что уже, наконец, можно работать. Я вам честно скажу. Я вот... Так работа-то... Люблю праздники, когда, например... А ты представляешь, вот как люди отдыхают, те, которые, например, работают, ну, не знаю, там, шахтеры. Им вот эти вот дни отдохнуть, это самое то. Согласен. Потому что все же зависит от работы, какая, тяжелая, не тяжелая. У нас работа с тобой очень простая. Это тем более в радость. Это работа как хобби. Поэтому некоторым людям... Нет, ну, работа хорошая. Некоторым людям нужно больше отдыхать. Она не простая. Она не простая. Любая работа... Любая работа не простая. Знаешь, там, посади... Если я делаю честное. Я сейчас даже не про честное. Посади любого человека к микрофону, и он просто возьмет и ничего не скажет на всю страну. Это тоже ответственная история. Абсолютно. Или посади другого человека за трамвай, например. Это тоже ответственная история. Но просто я всегда считаю так, что кому-то нужно отдыхать больше. Понимаешь? Я тебе честно скажу. Тебе он не нужно, а другим нужно... А вот если быть на Мальтийских островах и с красивой девушкой, то отлично. Причем здесь это. А если, например, ты сидишь дома... Так не сиди дома. Вот сидишь дома. И сидите дома, приходите на наш концерт. Вот это правильно, это правильно. Следующая пятница, 18-е, 01-е. Сценарио кафе. Еще раз, где место? Сценарио кафе на Тверской. На Тверской. Тверская 20. Отлично. Обязательно придем. Обязательно придем. Ловите. Я просто не обещал. Он обещал. Ловите его теперь на слове. Борис, ну, собственно говоря, мы начали говорить о хип-хопе, о рэпе. Давайте послушаем произведение уже, наконец, я думаю, это будет логично, правильно? Да, песня называется Sunshine, это Папа Лайон. Да, хорошо, что заговорили о хип-хопе. Это более хип-хоповое произведение о любви, о том, что секрет ее хочет найти каждый, и о лжи, которая может ее поломать. Не допускать лжи в своих ощущениях, в своих чувствах. Папа Лайон, это твои слова, собственно, да? Да, да, все стихи, тексты пишу я. Понял. Давайте послушаем. Заводи. Кумьяман. И. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Моя грива все-таки больше моей бороды ДимаTorzok ДимаTorzok Большинство слушателей спросило, что такое диатонический, хроматический? ДимаTorzok У него такой патронтаж, который с огромным количеством губных гармоник. ДимаTorzok 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 Это говорит Игорь, которого я вижу тоже второй раз Вместе с Борисом Это абсолютно Это то, что мы с Плотниковым работаем Уже второй год уже получается Это чудо, потому что он ни с кем Мне кажется, так долго не работал Я понимаю, что Боря Плотников И Игорь Муллер, это уже бренд Ну, Боря Плотников Это бренд Тут, кстати, спрашивают, а на вдохе или на выдохе Играют на гармонии И на вдохе, и на выдохе, разные ноты На выдохе одни На вдохе другие До, выдох, ре, вдох Ми, выдох, по, вдох А в чем приколы с диезами и бемолями? Диезы и бемоли извлекаются специальными приемами Которые называются бенды и овербенды Я пережимаю поток воздуха И из-за этого нотки занижают Но я знаю, что у вас есть хорошая еврейская песня А сейчас, да? Специально для Андрея Бутберга Хозенкайла Мазелтов Мы вообще не планировали сегодня играть Но Андрей так просил, что мы не смогли удержаться Я очень люблю еврейские песни Ре-минор только Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо, спасибо Алексей Заволокин на бас-гитаре сова Потрясающе Был бы жив мой дед Он был бы обалденно рад Когда бы услышал бы эти мелодии Здесь, кстати, пишут на WhatsApp Напомню номер Какая крутая музыка, так душевно Передаем отдельный привет Папа Лайон От графьев Вот так вот Графья и вам большой привет Слушайте, а вот тут написали Лаян А как правильно? Правильно, всё-таки Л-А-Й-А-Н Вот они так и написали Правильно написали О, как интересно Слушайте, давайте поговорим вот о чём Наступил 2019 год 2018 прошел. Я знаю, что Борис увлекается разной музыкой. И вот вроде как Андрей пытается склонить его на сторону хэви-метал, но не получается. Что вы для себя в 2019 году... Ну и вы, и вы, и вы, и у всех есть микрофон. Сейчас, кстати, у всех, кстати, обязательно у Ольги тоже спросили. Открыли для себя 2018 год. Чем вам запомнился с точки зрения музыки? И вообще, что слушаете в последнее время? Что понравилось? Игорь. Что мне понравилось в последнее время? Не все читают ваш Фейсбук, поэтому... Да. За последнее время? Блин, вы меня поставили просто в тупик этим вопросам. Я могу еще сказать три короткометражки, которые мне понравились, которые я посмотрел за последнее время. И не могу вспомнить ни одного трека. А я могу три игры назвать компьютерных, которые я прошел за... Вот. На самом деле для меня 2018 год довольно тяжелый был по поиску контента. Я все время ищу какую-то музыку. Вот прям в 2018 году вот ничего. Вот Тумени Зус, наверное, я бы отметил. Вот. Вспомнил, вспомнил, что крутого выходило. Выходило два релиза очень крутых у американских ребят, которые называются Вольф... Вольф Пек, да. Вольф Пек. Совершенно верно. Вольф Пек. Вот я их тоже хотел отметить еще. У них два винила выходила. Ну, они в цифровом релизе тоже. Посмотрите. Вольф Пек. Точка ком, по-моему, они называются. И... Ну, это такие фанковые ребята. Они делают канал на фанке, который живет. Некоммерческий. То есть, как некоммерческий. Они... 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 Они на него живут. Но при этом они не связываются с большими паблишерами ни с кем. И у них нет больших денег. А как вам Грет Ванфрид? Кто это? Это такая грубая... Ребята просто все так смутились. Вы не слышали Грет Ванфрид в восемнадцатом году? Надо послушать. Как-то не попалось. Вот. Это, в принципе... А что вы ищете в телефоне? Что последнее добавлено? Я, да, смотрю, что последнее добавлено. А ну-ка, что последнее добавлено? Последнее добавлен Гетц. Это такой рэпер британский. Он читает грайм. Вот. Это такой стиль. Очень быстрый британский рэп. А что такое грайм? Быстрый британский рэп под электронные барабаны. Но все, кто знают Оксимирона, это вот как бы его такой фундаментальный стиль. Это грайм. Он, в общем, его вынес, когда живя в Англии. Вот. И вот я очень люблю грайм и с удовольствием вот слушаю. Добавить еще можно, что грайм читается очень часто под дабстеп и триолями. Триольная читка там. Слушайте, если говорим про рэп, то все, ну, многие, да, в 2016 году обсуждали камбэк Эминема, который записал альбом и как бы вот все такие, о, и там даже очень быстро он прочитал в каком-то треке рекорд поставил. Вам как альбом? Я очень люблю Эминема, но альбом что-то как-то, ну, так, я его послушал пару раз, честно, то есть, ну, вот прям вот ничто сильно не зацепил и переслушивать не стал. И Сайпер Скилл тоже вышел. Самое-то смешное по поводу Эминема. В 2016 году он продал больше всех пластинок на физических носителях. 755 тысяч. На кассетах? Нет, именно на дисках. Ну, включая, естественно, старые свои альбомы и новые тоже. У ребят давайте спросим. Если есть им что добавить. Ребята, кричите. Нет-нет, можно им дать микрофон. Ну, можно подойти, микрофон тяжелый. Я так не удержу его. Можно подойти и сказать что-нибудь. Илья Щабли играет сегодня на саксофоне, на клавишах. Очень скромно, потому что я его зажимаю. Так бы он мог и не замолкать. На самом деле, я ничего нового не слушаю, потому что у меня достаточно консервативных таких взглядов музыкант. Мега-дет? Да. Нет, ну, не подумайте там, что я там пытаюсь как-то выпендриться, но мне сейчас нравится там Дебюси, в общем, безумно. Ну, это прекрасно. Да, потому что вот когда гуляешь по улице, смотришь на снег, на природу, вот эта музыка заходит вообще на 100%. Ну, а из каких-то джазовых вещей мне сейчас заходит Луниус Монг. Вообще прям я слушаю. Мне хочется в защиту рока и блюз-рок выступить. Андрей, видишь, тут все говорят незнакомые нам названия. У нас же рок-викенды. Да, я как раз хочу в защиту рока выступить, потому что я вдруг только что понял, что я за поем слушаю релизы Джоана Осборна, которую вы все помните по песне What if God be one of us? One of us, да. Мы знаем, что это. What if God... Да, так вот, у нее с тех пор вышло очень много музыки. На самом деле очень клевый. Я с огромным удовольствием переслушиваю уже, наверное, третий месяц эти альбомы, потихонечку так, и пересматриваю. Вот. Джоан Осборн, ребята. Понятно. Слушайте, интересно. А вот давайте Оле спросим. Оль, подходите, пожалуйста, к микрофону. Не отслежьте. Тяжелый микрофон. Вообще это неправда. Ольга мне в последнее время, она мне показала не сольник, а последний альбом Dilligent. Оля мне вообще какой-то трек совершенно офигенный прислала. Да, Dillinger Escape Plan. Их последний диск. Это, кстати, довольно роковая группа, между прочим, мягко говоря. Так вот, их последний диск, он совсем не похож на то, что они раньше делали. Он больше похож на Nine and Ch-Nale, скорее, в некотором смысле. Ну, в духовном. И она меня подсадила. Так что не верьте ей, что она ничего не слушается. Она все слушается. А вы видели, какая она красавица? По поводу Nine and Ch-Nale, что интересно, я вот посмотрел фильм, тут недавно «Птичья коробка» называется. Это с Андрой Буллок. Так там весь саундтрек как раз Тренд Резнер написал. Слушай, ты понимаешь, я не видел фильм, а я с Андрой Буллок фильм практически не пропускаю. Вот посмотри, в английском называется «Бертбокс». А в русском «Птичья коробка». она вышла только на Нетфликсе, полнометражный двухчасовой фильм. Только на Нетфликсе. Да, и там сюжет такой, тебе понравится. Пришла какая-то зараза на планету, и люди начинали сходить с ума и убивать сами себя. И, грубо говоря, когда они на улице и смотрят на это чудище, которое летает, невидимое, у них начинается, значит, клин, и они убивают сами себя. Поэтому надо надевать повязку и не смотреть, куда идёшь. Это я так в русском рассказал. Слушай, крёвый фильм. Друзья, а я здесь посмотрел совершенно случайно. Боевик, чрезвычайно мать меньше. Категории «Б»? Боевик категории «А», конечно. Я «Б» не смотрел. Но почему? А как с Шварценеггером? Чувачек простофилька. Со Шварценеггером категории «Б» ты даже не смотрел в 90-х? В 80-х? Вот и всё тогда, что ты смотрел. Вот, я хочу, посмотрел совершенно потрясающий фильм. Он 13-го года. То есть ему уже 5 лет. «Бэйтаун вне закона». Всем рекомендую. Да, главное запомнить. «Бэйтаун вне закона». Всем рекомендую. И давайте спросим, наконец, у... Алексей Заволокин. Выдающийся московский бас-гитарист. Лёш, что слышал в последнее время и на что хотелось бы обратить внимание наших слушателей? Ну, «Бутырку», естественно. «Аттестат в крови». Они недавно выпустили песню на Яндекс.Музыке висит. Да, вот именно. Обычную группу фанатов ждут, пока выйдет новый альбом. А группа «Бутырки» альбом ждёт, пока выйдут фанаты. Хорошо сказано, да. А парни, что будем играть? Так, ну... Давай это сам. Давай. Да, давай это... Регги, да? Давай регги сыграем. А, у этого? И можно вам ещё одно новое имя, возможно? Давайте. В начале прошлого года я для себя открыл, а на протяжении всего года наслаждаюсь новый альбом Дэмиана Марли. Вот как раз иконы... Кого-кого? Дэмиан Марли. Так это не новое имя, но подождите, это же... Сын небезызвестного Боба Марли. Вот у него новый альбом. Вышел и вдохновил на эту песню. Единственный способ победить в войне, в ней не участвуют. Аминьан Марли. КОНЕЦ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и потом сыграем. Сами решайте, друзья мои. Кто против-то? Давайте договорим и потом сыграем. Ну, хорошо. А то вы так долго можете играть, что лучше вас не прерывать. А у меня вот вопрос к Саше. Саша, как это достигается? Беребай, беребай, беребай. Да, вот эта вот техника. Да, с роговорками. Андрей, хочешь научиться просто? Нет, я даже не буду учиться, понимаешь? Это невозможно. Такую технику как раз я позаимствовал у рогомаффинов 90-х и 80-х годов. В отличие от хип-хопа, опять же, где рифмы не столь замысловат, у них все рифмы оканчиваются в рогомаффине, оканчиваются на последний слог. А чтобы разнообразить вот это, они соревновались как раз в звонкости, в четкости звуков, которые они издают. И это это как вот именно в рогомаффине такая фишка. Я когда-то услышал еще в школе, наверное, и она зацепила. Ну, ты специально занимался, да? Тренировался, можно даже сказать. Можно сказать и так. Потому что это ведь сходу это не сделаешь, понимаешь? Да, но дело в том, что я люблю это дело уже больше 10 лет. И как назвать? По-моему, значительно больше. Да, значительно больше. С 2004-го точно. Можно ли назвать тренировкой или работой, вот, любовь и страсть? Я понял. Хорошо, Саш, задаю такой вопрос. Вот смотри, у меня слова, у тебя несут определенный смысл, да? Конечно же. Да, ты их сам сочиняешь. У тебя безупречный английский, или же ты, так сказать, это проверяешь со специалистами, то, что ты написал? Уровень моего английского advanced. Так. То есть согласно международному экзамену. Последний уровень. Последний. Но, конечно, я стараюсь проверять написанное с носителями. Спрашиваю, есть ли смысл, понимаете ли вы, что я тут вам говорю. Отказов пока не встречал, действительно. Самое интересное, что с Сашей мы долгое время были коллегами. Он преподавал в музыкальном училище английский язык, а я естествознание. В надежде, что меня научат там музыки. В музыкальном училище. Да, мы же оба из Екатеринбурга. Кстати, я вспомнил, на самом деле, в некоторых учебниках английского языка, вот, есть, действительно, там, intermediate, pre-intermediate, upper, advanced, а есть еще proficiency. Это вообще, типа, какой-то такой недосякаемый крутяк, да. Поэтому вопрос быстренький. Возможно ли ваш речитатив без музыки существовать, как, например, современный рэп? Или это невозможно с потерей мелодичности, спрашивают? Возможно, но только не как современный рэп. Дело в том, что сам речитатив может быть мелодичен и где-то даже медитативен. Только тогда форма действительно может быть не музыкальная, а скорее форма медитации. Скорее какой-нибудь медитации, где вибрации и то, как голос льется и звучит, он будет на вас оказывать большее влияние. Вы можете книги озвучивать просто сразу, найдете себе поклонниц стопудово. Друзья, мы заканчиваем потихонечку. У вас есть еще немного времени, чтобы задать вопрос. WhatsApp Viber 8-9-6-7-103-5-5-3-3, смс-портал 5-5-3-3. Телефон прямого эфира. 7-2-8-7-1-7-1, код город Москва 4-9-5. Сейчас небольшая будет отбивочка, и мы закончим. Ну, вы можете задать вопрос. Просто перерыв будет небольшой. Как будто кого-то отбивают. Просто небольшой перерыв, а после перерыва обязательно вернемся и будем заканчивать с нашим живым концертом на сегодня. Друзья, «Роковый уикенд» продолжается, но, к сожалению, заканчивается для Бориса Плотникова и его бэнда, потому что у них осталась последняя на сегодня композиция. Молодцы, сыграли два часа с перерывами небольшими. Потрясающе, конечно. Потрясающе. Борь, еще раз напомни, когда у тебя концерт. Представь всех музыкантов. И надо сказать пару слов о стране большой. Большая страна. Я вас поздравляю с тем, что наконец-то этот беспощадный Новый год закончился. Новый еще не закончился. Надеюсь, что все-таки все, что было в трудных 2017-х и 2018-х годах, нас наконец-то покинуло 2019-й, будет хороший. Меня зовут Борис Плотников. Со мной играют замечательные музыканты. Игорь Муллер на гитаре. Он что-то хочет сказать? Да, я хочу сказать. В этом городе, заснеженном классном городе, есть девочка, которую зовут Дёна Картаева. Дёна, я тебя люблю, правда. Не грусти. Все будет классно. Ты отличная. Она слушает? Ну, какая разница? Я все равно ее люблю, слушает она меня. Это замечательно сказано. Игорь Муллер на гитаре. Алексей Заволокин на бас-гитаре. Ольга Долгополова на барабанах. И Илья Шабли на саксофоне. Специальный гость. И специальный гость Папа Лайон. Добавляйтесь, пожалуйста, в соцсетях. Найдите просто Борис Плотников. Вы найдете везде, практически во всех соцсетях. Я даже в Одноклассниках есть, правда, туда почти не хожу. Я там тоже есть, но под видом вот этого, помните, замечательный есть сериал, когда два чувака варили метфетамин, а один старый. Ты какой-то из них, ты старый или молодой? Я под видом молодого. Понятно. Молодишься в Одноклассниках. Как-то прям оксюмарон. Добавляйтесь в соцсетях и москвичи, и гости москвичи, жители Московской области, такие же, как я, житель Московской области, вот, пожалуйста, приходите на концерт 18 января, сценарио «Кафе Тверская 21». Мы вас ждем, начало в 20.00. Опять же, ссылка на, ссылка для приобретения билетов онлайн. В описании она есть на всех моих страницах в соцсетях. Ну, давайте сейчас в конце сыграем, в общем, народную вещь. Народная вещь, на радио «Маяк» ее просто нельзя не сыграть. Это да, это точно. Ее нельзя сыграть на радио. А сделай, Либо ее сыграй за вас. Вот как бы мы играли вот этот кривой, для начала хотя бы. Давай. Спасибо вам, друзья. Спасибо, ребятушки. Спасибо, Андрей, спасибо, Володя. Надеюсь, мы еще к вам придем. Конечно. Конечно. Спасибо нашему прекрасному звуку режиссеру сегодня. Звук обалденный. Олег, просто молодец. Как обычно, Олег Полотовский и Юлечка Соловьева. Это наша дружная команда. Мы всегда все вместе. У вас осталось 4 минуты. Поехали. Олег Полотовский и Юлечка Соловьева. Поехали. Поехали. Прогноз. П season. Поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!